Вы знаете, очень сложно отвечать на этот вопрос. И не потому, что мы не знаем ответа, а потому, что здесь вроде бы как со стороны смотрится, как это такое ревностное отношение к дисциплине. Но ничего плохого в этом нет, что это ревностное отношение. Дело в том, что с 1982 года в нашей стране развивается мануальная терапия. И развиваются, ведущие ученые нашей страны развивали эти методы. И продолжают развивать, надо сказать. И эта специальность объявлена, она заслуженно объявлена была как врачебной специальностью. Надо сказать, что вот остеопатия, она в мире не является, она не заслужила еще. Хотя она существует раньше, чем мануальная терапия. Она не заслужила такого звания, что это врачебная специальность. Это парамедицинская специальность везде является. Хотя, конечно, врачи интересуются, получают образование. Но как система это парамедицинская специальность. И если посмотреть многие положения, которые у нас в медицине научно обоснованы. Вот тут привели работы Ухтомского, Берштейна. Значит, можно сказать, работы Узнадзе. Вот, которые работают с установкой. Установка такая психологическая. Она определяет поддержание целого ряда явлений психологического характера и двигательного характера. Вот, у пациентов. Все эти вещи разработаны детально нашими физиологами. Вы понимаете? Ну, и представьте себе, что, когда приходит в готовую школу, уже сложившуюся, нашу российскую, приходит какое-то иностранное представление, иностранное, то они конфликтуют. Они, ну, просто, ну, понятно, что... Почему то, что мы сделали, и не то, что мы наши учителя, наши деды, можно сказать, то, что сделали за большой период времени в развитии физиологии, медицины, это отметается на задний план, и фактически вводятся какие-то совершенно другие понятия, нам непонятные. Значит, идет переоценка, гиперооценка того, что вообще делают эти специалисты. И это, конечно, вызывает такое и раздражение, и возмущение, я бы сказал даже. И потому, как относиться к этой специальности? Ну, каждый относится... Де-факто она существует. Каждый относится к ней по-своему. Но наша школа отечественная, это школа мануальной терапии. Кстати, в 60-х годах идея создания мануальной медицины, она во всех странах, со стороны специалистов, она зрела, потому что внедрять вот ее официальную медицину можно только на основании физиологического обоснования и всех наших, скажем, представлений. Была создана федерация, это Международная федерация мануальной медицины. И она существует по-настоящему времени. И там до определенного момента, буквально несколько лет назад, только туда приняли Американскую ассоциацию остропадов. И они вот за этот срок, ну, скажем, вот прям вообще всех растолкали. И вот вперед их и с песнями, понимаете. Но за этим, главное, что за этим не стоит ничего, ну, скажем, сказать, ничего оригинального не стоит. Потому что все методы, все школы отличают одно. Отличают методы диагностики. Вот, например, в прикладной кинезиологии, вы знаете, это одни методы диагностики, да? В остеопатии это другие. А вот есть такой метод нейродинамической коррекции, там третий метод оценки диагностики. А в мануальной терапии мы взяли за основу существующие в ортопедии и неврологии методы диагностики. И это нам ближе, понятнее. И всегда мы можем показать. Это не то, что там, подержав руками, сказал, вот у него там кто-то. Мы можем показать вот любому из вас те нарушения, которые есть у данного больного. То есть это научно обоснованный в настоящее время метод лечебный. И мы его еще вот в 80-х годах, мы его, собственно, начали развивать, развиваем по настоящее время. Мягкие техники или жесткие техники. Но это тоже, вы понимаете, это сленг. Потому что мягкие техники, любую технику можно проводить мягко. Даже вот и интеракционные техники, да? И трастовые, то, что тут называют, да? Можно проводить мягко. А можно грубо проводить. Можно поломать ребра. Можно там это. Понимаете? То есть для этого и осваивают специальность. Для этого есть и показания, и противопоказания. По поводу того легенды, что выступатье это безвредный совершенно метод, что оно вообще ничего не дает такого отрицательного. Вот на заре развития у нас мы приглашали специалистов. Из Европы. В частности, издание «Юханус Фасгрин», «Цар Семенебесное». Он был экс-президентом ФИМА. Он приезжал и привозил нам методики. Вы знаете, ни разу, привозя нам методики, причем и из Америки, и из других стран, он ни разу слово «стопотея» не использовал. Потому что есть мануальные медицины. Это мировое понятие. Это та самая форма. Почему сейчас у нас в нашей стране остопотея, а название не мануальной терапии, вернее, не мануальной медицины, то это зависит от многих конъюнкторных вещей. Я не хочу здесь обсуждать их. Но мы продолжаем развивать это направление и готовы вам передать все эти техники, готовы вам показать, и вы сами буквально... Это один из тестов, который сейчас прозвучал, Юрий Алексеевич. Вы знаете, фикционный тест – это известный тест вообще. Вот его используют, допустим, для выявления блокады крестцово-подвздошного сочинения. Но, вы знаете, оказывается, его можно использовать для выявления блокад на каждом уровне. Причем делается он в секунду. И он сразу дает представление, где есть дисфункция, а где нет. Этот тест. Потому что он действительно очень прост и удобен. И мы его внедряем. Я действительно среди ортопедов-травматологов, среди людей, которые занимаются сколиозами. Вот я пропагандировал ее. И оказалось, что его можно использовать и при целом ряде других заболеваний. Ну вот, пожалуй, то, что в основном я хотел сказать. Если какие-то вопросы, я отвечу на них. Пожалуйста. Что я спрашиваю? Да, помню. Как вы относитесь к мануальной терапии при болезни бежчерева? А в какой стадии? А в любой. В стадии неполной ремиссии можно проводить. Что такое стадия неполной ремиссии? Это когда показатели, все вот эти воспалительные показатели, они, в общем-то, где-то к ману пришли. А если у больного имеется воспалительная активность? Тогда не надо. В острый период заболевания мы не используем методы мануальной терапии. И даже мягкие техники, которые там мышечные, мировоциальные и так далее, не используем. Потому что, я скажу, что при обострении, да, можно, скажем, усилить обострение. Даже мягкими техниками. Вот я начал говорить о фазгрессии, так вот, однажды мы ему задали вопрос, скажите, вот, да, он привез техники миофасциального релиза. Вот, и мы ему задали вопрос, скажите, вот, вот у вас часто встречаются вот обострения вот этими, даже мягкими техниками? Он сказал, что нет, вообще нет обострения. Понимаете? Ну, прошло там несколько, два дня, да, вот, на третий день мы задали, переформулировали вопрос, или мы же задали вот так. Скажите, а вот, насколько сильно релаксирует данная методика? И знаете, что он сказал? Он сказал так, но у меня вот был случай, когда я релаксировал одну больную, она три дня головы от подушки оторвать не могла. Понимаете? То есть, это отношение... От слабости? Ну да, это отношение, вот, допустим, наших врачей и врачей, допустим, европейских, к понятию, что такое осложнение. У нас, вот, в санторкурортной, да, мы получаем болинологическую реакцию, да, и уже считаем, что, в общем-то, это осложнение. И мы отдаем отдохнуть и так далее, да. А вот, они не считают это обострение. Они считают, что да, это естественная вещь. Вот так же, как, кстати говоря, и в квартологии физиотерапии, мы говорим о болинологических реакциях, как, вот, ну, скажем, временно существующие возникшие реакции. То есть, разные совершенно интерпретации, разные. А можно встречный вопрос? Как Вы относитесь к лечебной физкультуре болезни Бехти? Крайне положительно, в любой стадии. А как Вы относитесь к такой методике, к такой физической релаксации, которая является и лечебной физкультурой, и мануальной терапией одновременно? Ну, я все-таки имела в виду классическую мануальную терапию, сейчас объясню свой вопрос. На самом деле, вот, проблема болезни Бехти, или анклозирующий спондилит, как он называется, вот сейчас правильно, или анклозирующий спондилит, ортетики, анклозирующий спондилит, заболевание еще распространено, заболевание молодых активных мужчин. И первый признак ее, конечно, это боль в спине, да, это боль в спине воспалительного характера, когда боль усиливается во время сна, и боль купируется во время какой-то деятельности или малейшей физической нагрузки. Сейчас есть четкие критерии, но несмотря на это, в общем-то, к нам приходят пациенты, болеющие анклозирующими спондилитом 4, 5, 6, 7 лет, лечащиеся у неврологов, травматологов, иммануальных терапевтов, без поставленного диагноза. То есть есть четкие критерии, это спондилит, это двухсторонний сокрылит, это носительство шляпы 27, воспалительная боль в нижней части спины, или вообще воспалительная боль в спине. Поэтому я задала этот вопрос. То есть диагноз АЭС, он не поставлен. А я не специалист по мануальной терапии, я не могу сказать, что отношусь к ней положительно, отношусь к ней отрицательно. Наверное, все, что Вы говорили, очень интересно, но просто эти больные без диагноза АЭС в течение 3-4 лет, они получают активную мануальную терапию. Это не всегда есть хорошо. Вот в чем мой вопрос. Диагноз АЭС как таково не поставлен. Вот он приходит к нам, мы ставим его первично, где уже есть анкелоз, понимаете, он уже не гнется. То есть стадия спондилита прошла уже в стадию анкелоза. Вот почему я это спросила. Конечно, если больной поставлен диагноз АЭС активность-3, наверное, ни один мануальный терапевт не возьмется за применение Ваших активных тем. Значит, можно я... Просто для меня актуален, потому что таких пациентов уже очень много на приеме. Дело в том, что Вы понимаете, Вы говорите о вещах, которые достаточно индивидуальны. Они зависит, скажем, от квалификации врача. Но что здесь можно сказать? Мы делаем все, включаем программу и говорим об этом. И, кстати говоря, поскольку у нас это все рассчитано на медицинскую, на врачебную аудиторию, мы понимание этого вопроса, ну, скажем так, мы видим понимание этого вопроса. И, в общем, никаких... Это не то, что... А вот мы подержим голову и скажем, что вот там оболочки, там вот скрученные, и там из-за этого у тебя в копчике боль. Нет, все-таки мы подходим с медицинских позиций. И вот позиция у нас врачебная, она по-настоящему врачебная. Поскольку... Вообще, знаете, из остеопатов... Это очень интересующиеся люди, врачи, которые получили образование мануального терапевта, значит, получили опыт определенной работы, а потом решили еще... А вот услышали, что у остеопатия, решили и это тоже вот как-то изучить и использовать свои... Ну, то есть, ругать их невозможно, они интересующие, интересуются предметом, и многое находят... Ведь есть же опыт в школе, любой, есть свой собственный опыт. И они постигают этот опыт. И, в общем, тут ничего криминального совершенно нет. Вопросы в другом. Мы писали письмо в Минздравство в свое время от Ассоциации о том, что... Ну... Вносит в это... Введение дубликата специальности, а это, я считаю, дубликат специальности, правда, на парамедицинском уровне, оно и приводит к каким-то проблемам в понимании, недоразумении и так далее и тому подобное. И не только вот здесь прозвучал вопрос, это как бы отражение того, что это действительно существует. И мы предупреждали Минздрав о том, о том, что так оно будет. И так оно и есть. Но с этим мы ничего сделать пока не можем. Ну, пусть будет. В свое время, вы знаете, да, Гайденко, да, Василий Сергеевич, да? Он как-то сказал, ну, что бы тут, в артехстерапии жить. Ну, когда мы начали развивать вот, вот, школу артехстерапевтическую, российскую, то потом начали отпочковываться там, а вот там различные другие школы, там, вот, тресурные школы, там, потом эти школы, там, воздействие на ухо, на это, на пальцы, вот, и говорят, ну, да, представления не существует, но школа такой, вот, реально, потому что есть вот классическая школа рефлексотерапии. Я думаю, что приблизительно так оно и будет и в этой ситуации. Многие кинулись туда, поскольку там можно заработать, на неизвестности, дорожатся. Скажите, пожалуйста, как вы так говорили, вы спокойны. Я с вами извиняюсь, я не рад, что я прошу...